Снизить расходы на управление. Принять такую меру глав муниципальных образований призвал губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. В прошлом году в связи с оптимизацией бюджетных средств на окружном уровне провели определенное снижение расходов на госаппарат. Это выразилось в снижении заработных плат. Муниципальные служащие из городской администрации на себе решили не экономить. В итоге превышен норматив на формирование фонда оплаты труда. Зарплаты муниципальных служащих в городе, по словам руководителя департамента финансов Неницкого округа Татьяны Лагвиненко, значительно превышают суммы, установленные в окружной администрации, что в принципе недопустимо, учитывая указания федерального правительства. В 2016 год был установлен новый норматив на оплату труда муниципальных служащих. На сегодня это 10%, которые в принципе по бюджету, который утвержден городом, тоже не выполняются порядка заложенных средств на 35 миллионов больше, чем предусматривается нормативом. Из-за превышения нормативов Татьяна Лагвиненко подписала распоряжение о приостановлении дальнейшей выплаты дотаций до приведения городских нормативов в соответствии с нормативами, утвержденными администрацией Неницкого округа. Городская администрация с позицией округа не согласна, несмотря на то, что зарплаты муниципальных служащих в городе значительно превышают сумму, установленную округом. По словам главы Наринмара Татьяны Федоровой, сокращение фонда оплаты труда все-таки произошло и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 20%. Штат сотрудников отметила мэр, муниципалитет тоже сократил. 16 человек, про которые говорит глава города, специалисты в сфере молодежной политики, образования и спорта, должны были получить уведомления о сокращении еще в прошлом году. Ведь в конце 2015-го истекал переходный период данной мэрии на передачу полномочий в области образования на региональный уровень. Зная это, уведомления о сокращении они получили в конце декабря, так что платить зарплату им придется еще два месяца. Сейчас эти работники, не выполняя каких-либо функций, продолжают ходить на работу и получать немаленькие зарплаты. А ведь проведи мэр города все необходимые кадровые изменения вовремя, городской казне удалось бы сэкономить не один миллион рублей. Только на выплату выходного пособия придется потратить порядка 11 миллионов рублей. Еще порядка 6-7 уйдут на зарплату, которые будут выплачивать два месяца. Эти средства, по словам губернатора округа, можно было направить на первоочередные нужды. Значительные финансовые ресурсы, сэкономленные, можете направить на благоустройство, либо еще на какие-то цели, которые необходимы, либо на трудоустройство летних подростков. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.